Тепловая энергия, которую вырабатывают на ТЭЦ, доходит до наших домов с помощью сотен километров теплосетей. Чтобы горячая вода не потеряла своего основного качества, температуры в пути до потребителей, то есть до нас с вами, трубопроводы покрывают тепловой изоляцией. Также встречаются тепловые камеры, насосные станции и центральные тепловые пункты. Основной трубопровод от станции или теплового пункта зовется магистральным. А вот к дому подходят уже трубы поменьше, внутриквартальные. Отличаются они не только названием, но и диаметром. Существуют как совсем маленькие трубопроводы диаметром 50 миллиметров, так и гиганты диаметром свыше одного метра. Чтобы зимой люди не остались без горячей воды и тепла, каждый год теплосеть подвергают испытаниям водой. Они так и называются гидравлические испытания. В период испытания сетей вода по ним подается с большим давлением, чем обычно. Повышение давления воды в трубопроводах позволяет определить слабые и изношенные участки теплосети и оперативно их заменить. Именно для проведения гидравлических испытаний каждое лето отключают горячую воду. Подобные испытания – единственный способ проверить целостность сетей перед зимой и практически исключить аварии в холодное время года. Аналогичные мероприятия проходят почти во всем мире. Участки, которые не выдержали испытания, определить легко. Из них идет вода. Информация о работе теплосетей поступает в оперативно-диспетчерскую службу. Здесь следят не только за состоянием теплосети, но и за параметрами воды в ней – давлением и температурой. О наличии горячей воды и тепла в каждом доме Красноярска знают именно здесь. Отсюда же в ваши управляющие компании расходится информация о том, когда воду отключат, на какой период и по какой причине. Каждое лето помимо испытаний сетей проводят капитальные и плановые ремонты трубопроводов. Меняют старые и изношенные участки. Так как теплосеть в основном расположена под дорогами, приходится перекрывать движение. Ремонт теплосети – процесс небыстрый. Сначала надо построить временный трубопровод, по которому люди будут получать горячую воду. Затем приступить к земляным работам. Убрать асфальтовое покрытие и слой земли, чтобы получить доступ к теплотрассе. Изношенный участок теплотрассы демонтируется. На его место укладывается новый отрезок, который затем укутают теплоизоляцией, чтобы тепло доставлялось в квартиры, а трубы не обогревали улицу. После завершения всех работ на участке восстанавливают благоустройство. Заново кладут асфальт, высаживают деревья и кустарники, селют газон. Разницы до ремонта и после практически незаметно. Какие еще трубы принимают важное участие в теплоснабжении городов и почему «Чем выше труба, тем лучше» – расскажу в следующей серии проекта.